Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и у нас очередной мукбанг. Сегодня у нас долма три сестры. Здесь у нас перчик, помидорка, баклажан. Небольшой такой десертик от Чуда. Напиток у нас сегодня будет Лайман Фреш. Если вы тоже кушаете, то вам тоже приятного аппетита. Давайте с баклажана что ли. Мама говорила, положи один баклажан. Столько не съешь. Я настолько люблю. Рецепт, кстати, будет в описании под видео. Написала рецепт на Food.ru. Очень удобный сайт. Я безумно довольна этим сайтом. Очень крутой интерфейс. Все поделено на категории. Сразу можно посмотреть. Острое блюдо? Нет. Очень много рецептов беру оттуда. Сама пишу рецепту туда. Поэтому, если вы до сих пор не скачали это приложение, то именно сегодня обязательно надо это исправить. Приложение абсолютно бесплатное. Доступно как на iOS, так и на Android. Все очень подробно описано. Каждый этап. Ты сразу видишь. Например, на три порции сколько тебе надо приготовить. Там лайфхаки от шеф-поваров. В общем, много всего интересного. Обязательно заглядывайте. Я тоже, естественно, там оставила этот рецепт. Еще знаете, что мне нравится? Я уже вам говорила, скажу еще раз. Мне очень нравится то, что там все поделено на категории. Если я ищу что-то для завтрака, я просто захожу в этот раздел и уже ищу там. Если я что-то хочу на ужин такое, необычное, классное, захожу в этот раздел. В общем, это то приложение, которое обязательно должно быть на вашем смартфоне. Я знаю, что уже очень много моих подписчиц уже скачало. Даже кидают мне скрины в Instagram. Ссылку на само приложение я оставлю обязательно в описании. Также ссылку на свой рецепт. Поэтому обязательно заглядывайте. А я сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которые я заскринила. Если вы ждете ответа на ваш вопрос. Если я вам в комментариях не написала, что отвечу в видео, скорее всего, я на него не отвечу. Вопрос от Анастасии. Анастасия, вам огромный привет. Я в комментариях сразу же ответила, что я вам отвечу в видео. Айка, привет, расскажи, пожалуйста, хотела бы ли ты построить собственный дом в Баку? Если нет, то почему? Как вообще Баку обстоит с этим дело? У меня родственники в Баку, и они говорят, что построить дом не так уж и дорого. Правда ли это? Просто родственники такие люди, что любят все приукрасить. Не знаю, верить им или нет. Настюш, передаю тебе огромный привет насчет того, что дорого-недорого – это понятие растяжимое. Для кого-то, например, миллион – это дорого. Например, для кого-то пять миллионов – это недорого. Поэтому я просто буду говорить, исходя из данных, которые знаю я. «Построить дом недорого». Мы однажды с мамой смотрели одного русского блогера. Он построил дом в Подмосковье. И он говорил, что на всю стройку он потратил пять миллионов. Причем он строил дом пару лет назад, до всех этих событий, получается. И мы, честно, были в шоке, когда он сказал, что пять миллионов – одноэтажный обычный дом. Почему так дорого? У нас в деревне соседка, которая построила дом года два назад. И мы как раз у нее спросили, сколько ей обошелся этот дом. Она сказала, что они все записывали, все расходы. И дом, в общем, без мебели обошелся в 10 тысяч долларов. Мне это показалось достаточно бюджетно, учитывая их дом. Ладно бы, они маленький такой домик построили, а у них там цокольный этаж. Сам непосредственно дом, где-то 95 квадрат. Все достаточно качественно. И потом мы спросили у другой соседки, которая тоже построила дом. Но она не совсем достроила. У нее как бы еще внутренняя отделка осталась. И она сказала, что уже десятка, 10 тысяч долларов уже потрачена. Еще плюс 10 надо потратить, чтобы там обои приклеить, все остальное. Это, я считаю, без занавесок, без мебели и всего остального. На мой взгляд, это все-таки недорого. Но и верить в то, что за 5 миллионов люди строят, я тоже не могу. Я просто не очень знакома с ценами на стройматериалы в России. Но мне кажется, так как лес едет из России, по большому счету, все стройматериалы оттуда. Почему у них так дорого? Я не знаю. А может быть и недорого. Вот сейчас я как раз в комментариях почитаю. Обязательно напишите в комментариях. Вот для вас 20 тысяч долларов на дом. Это дорого? Пусть будет 25 тысяч долларов полностью на дом. Это дорого? Или все-таки это для вас дешево? Будет интересно почитать. Дом-то не проблема. Проблема, знаете, в чем? Проблема с землей. Точнее, ее отсутствие. Земли вообще нет. Вообще. А если ты захочешь купить землю в Баку? Это будет стоить как однокомнатная квартира. Причем с ремонтом. Ты же не можешь дом построить, например, на одной сотке. Или на пол сотки. Если ты строишь дом, должен быть какой-то дворик. Хотя бы три сотки. А чтобы приобрести три сотки, это прям целая история. Во-первых, земли нет. Во-вторых, то, что есть, продают вообще за баснословные деньги. Либо можно построить дом не прямо в Баку, а в какой-то деревне поблизости. Недалеко от Баку. Но, опять же, какую-то доставочку, например, в Макдональдс тебе сразу доставляют за две минуты. Туда тебе не доставят. Не то, что туда доставка дорого. Туда вообще не доставляют. Поэтому для меня это неудобно. Я люблю, когда все в шаговой доступности. Резко захотелось тебе полисовать. Бил себе то, что хочешь. Если еще купить машину, то да, можно построить дом. Ну, а так, особого смысла я в этом пока что не вижу. Ваши родственники не врут вам, скажу вам честно. Действительно, дом построить недорого. Но где? Где найти клочок земли? У нас новостройки просто друг на дружке. У нас здания эти новые, у них товара нету. Из-за экономии места. Не то, что ты себе там можешь позволить построить двухэтажный дом. Просто построили, чтобы было. Одно время мама говорила, надо купить участок около моря и построить там. Я тоже посмотрела цены. Море тоже очень дорого. Просто я в этом случае, когда все приплюсовываешь, например, 25 тысяч на строительство дома. Плюс 30-40 тысяч за участок. Я понимаю, что за 50 тысяч я уже могу купить готовую квартиру. И сдавать ее, зарабатывать деньги с этого. Поэтому как-то так. Обязательно в комментариях пишите, сколько у вас в вашем городе. Я знаю, что и из Казахстана меня смотрят. Напишите, пожалуйста, сколько у вас стоит построить дом. Но в среднем. Я не говорю, прям шикарный дом там с бассейном. Я говорю, такой средненький. Вот сколько у вас будет стоить, напишите, пожалуйста, обязательно в долларах. Чтобы было нам всем удобно. Следующий вопрос от Назрин. Назрин, тебе огромный привет. Айка, здравствуйте. Хотели бы вы жить в самом центре города на торговой? Если нет, то расскажите почему. Ни в коем случае я бы не хотела жить в центре города. Во-первых, из-за того, что там всегда шумно. Вот едет машина в час ночи. Музыка на полную громкость. Для жизни, мне кажется, идеально подходят спальные районы. По крайней мере для меня. Мне вот удобнее так. Плюс вот эти дома. Вообще бы не хотел жить в старом ЖК. Заходишь в подъезд, такой неприятный запах. Лифты у них не очень. Кстати, лифты в старых домах все поменяли. Поменяли в тот год, когда я ходила к репетиторам. Произошел случай, мальчик хотел сесть в лифт. Лифт открылся. Там было темно, всегда в лифте не было света. И мальчик подумал, что лифт приехал. Просто зашел в этот лифт, а оказывается лифт не приехал. И он просто упал в шахту. После этого случая был такой небольшой скандал. Все лифты поменяли. В старых зданиях. Чисто от государства. Один плюс, конечно. Вот эти все старые здания, они не платят коммунальные услуги, как мы. То есть они платят за свет, за газ. И все. Просто коммунальных нету. Ну, как сказать. За уборку подъезда. Именно за ЖК они не платят ни копейки. Но я предпочитаю платить на жительного стройки. Давайте покушаем йогурт. Я маме подарила новый набор ложек вилок. И там вот эти вот ложки маленькие, десертные. Они такие маленькие. Мама всегда говорит, бери эти. Я говорю, нет. Вот советская ложка нормальная. Меня именно привлекают новые здания. Моя квартира в 19-этажном здании. Мы живем у нас в 17-й этаже. Все убрано, все чисто. Два скоростных лифта. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте писать свои вопросы в комментариях. Обязательно отвечу. Передам вам огромный привет. Но желательно, чтобы на подобные вопросы до этого я не отвечала. Чтобы не повторяться. И как попугай, не говорить одно и то же.